История История, о которой здесь пойдёт речь, не выдумана. По долгу службы мне пришлось принять в ней участие. История показалась мне столь удивительной, что я, естественно, захотел сделать её достоянием гласности. Однако это оказалось далеко не простым делом. В редакциях газет и журналов, куда я обращался, мне довольно прозрачно намекнули, что в моей истории вовсе не следует так буквально придерживаться фактов. А уж тем более нет никакой необходимости сохранять действительные имена участников событий. А вскоре я получил несколько писем, коротких, деловых и без подписи. В них содержалось предупреждение о том, что моя первая литературная попытка в случае её опубликования может стать и последней. Письма были дополнены телефонными звонками, где эта перспектива была обрисована в ещё более ясной и категорической форме. Признаюсь, я упрям. Но когда дважды на протяжении недели я едва не оказался под колёсами автомашины, совершенно случайно уехавшей на тротуар, я решил прислушаться к таким настойчивым, хотя и несколько своеобразным советам общественного мнения. Я переменил имена действующих лиц и постарался прочно забыть название городка, где я служил. Таким образом, первая страница звучит теперь так. Основные действующие лица. Беллоди. Это я. Капитан отряда карабинеров, начальник комендатуры. Мариана Арена. Очень деловой человек. Ферлизи, старшина карабинеров. Каладжера Дибелла. Осведомитель. Отзывается на кличку Попик. Пицука. Человек без определенных занятий. Диего Маркика. Уголовник. Гордится прозвищем Дзакинетта. Вдова садовника Николози. В эпизодах вам встретится владелец серных рудников и директор банка, депутат парламента и редактор местной газеты, следователи зримые, торговка булочками, шофер, кондуктор, посетители бара, журналисты и фоторепортеры. Действие происходит в одном из городков Сицилии. А началось оно так. Безмятежная синева Средиземного моря. Небольшой пароход. Я направляюсь к месту назначения. В одной из кают судьба сводит меня с человеком лет 60. У него косматые черные брови и седая щетка усов. На руках крупные перстни. Пока я располагаюсь на одной из скамеек, закуриваю и достаю газету, мой попутчик опускается на другую, рядом со своим огромным портфелем, и внимательно, хотя и неназойливо, рассматривает меня. А вы, капитан, простите, не едете в отпуск? Нет. Судя по всему, вы с севера. Я из Милана. А что же вас привлекло на наш богом забытый остров? Назначение. Так вы отныне постоянный житель Сицилии. Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Марианна Арена. Капитан Беллоди. Очень приятно. Вы, наверное, возглавите у нас отряд карабинеров. Вы угадали. Это нетрудно знать. Остров у нас небольшой, все друг друга знают, а этот высокий пост с некоторых пор никем не занят. Мне сказали, что мой предшественник ушел в отставку. Да нет, он давно собирался вернуться в Италию. По-моему, наш климат ему не подходит. А во время войны вы не бывали в наших краях? Нет, не приходилось. Ну да, хотя по возрасту вы еще не могли воевать. Нет, немного успел под самый занавес. Мальчишки в отрядах сопротивления? Если все сицилийцы так догадливы. Не обольщайтесь. Вот это не надо делать. Сицилия – это глубокая провинция со скучными людьми. В основном это крестьяне, рабочие серных рудников, паденщики на плантациях, ну и владельцы этих плантаций и рудников. Их, конечно, значительно меньше. Вы, наверное, принадлежите к меньшинству. О, я вижу, что прозорливы не только сицилийцы. Меня долго наставляли, что вы народ особенный. Да нет, ну как вам сказать. Вы ведь знаете, чем меньше страна, тем упорнее она хранит свои традиции и предрассудки. Скажите, а как по-вашему, мафия относится к традициям или предрассудка? Мафия? А что такое мафия? По-моему, нечто вроде тайной террористической организации. Фу, а какая же цель? В чьих же интересах она? Не знаю, может быть, в интересах тех, кто имеет средства, на которые ее можно содержать. Черт, не знаю. А я вот прожил на острове всю жизнь и не знаю, вот что такое мафия. Не знаю. И думаю, что, скорее всего, это, конечно, выгодно. Да нет, ну просто миф, легенда. Предпочитаю, знаете ли, вино собственных виноградников и, как видите, даже таскаю флягу с собой. Вот, прошу вас. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Что ж, я очень рад, что первым из сицилийцев могу пожелать вам удачи на новом посту. Да, но вот мой вам совет, слушайте, поменьшить их фантазию, честное слово. Главное, в любом деле иметь голову на плечах. Пожалуй, вы правы. И помнить, что она выдается в одном экземпляре. Ну, ваше здоровье. Теперь я вынужден оставить на время моего нового друга и перенестись к событию, с которого, собственно, и началась моя работа в новой должности. Это произошло примерно через день-два после моего прибытия. Представьте себе площадь маленького городка. Рассвет. 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 Этот перекон и два месяца назад покинул Сицилию. Уж, конечно, для того, кто готовился отправить его на тот свет, такое обстоятельство не могло пройти незамеченным. Но есть письмо, над которым, на мой взгляд, следует призадуматься. А что в нём говорится? Что убийство связано с делами, с подрядами. Не может этого быть. Ещё как может. Ну, допустим, в вашем районе существует несколько фирм или кооперативов, и все стремятся получить подряды. Это, конечно, бывает. Есть люди, которые предлагают фирму своё покровительство. В случае согласия они получают подряды на льготных условиях. Кто-то содействует успешной сдаче готовых работ, кто-то заставляет рабочих соглашаться на любые условия. Мы об этом ничего не знаем. Вот тут в анонимке сказано, что за такую помощь, конечно, приходится платить. Встречают сеньор-капитан и упрямцы. Отказываются от покровительства. Погодите, старшина. Это, конечно, бывает. Сдаётся мне, что вы и есть такие упрямцы. По крайней мере, таким, видно, был ваш покойный брат, председатель кооператива. Мы об этом ничего не знаем. Допустим. Но, между прочим, в виде первого предупреждения у вас уже сгорел склад. А месяц тому назад, когда Сальваторо Каласберн возвращался домой, мимо его уха пролетела пуля. Понятия не имею об этом. Сеньор-капитан, поверьте мне, они не хотят и не будут говорить. Им, виду, лучше, чтобы их перестреляли всех по очереди. Значит, вы ничего сообщить мне не можете. Нет, сеньор-капитан. Мы можем идти? Да. Пошли. Только перед уходом пусть каждый из вас напишет на этом леске имя, фамилию, место и дату рождения, адрес. Я очень медленно пишу. Я тоже медленно пишу. Пишите, время у нас есть. А пока они ворочали пером, как киркой и мотыгой, мне не выходил из головы вчерашний разговор с одним из столпов местного общества. Он требовал, чтобы я направил моих карабинеров на его рудник успокоить рабочих, которым он уже две недели задерживал выплату жалования. И когда я отказался это сделать и спросил, не страдает ли его семья от голода, он сказал, что такие вопросы могут задавать только коммунисты. Сеньор-капитан, они написали. Давайте эти листки сюда. И можно идти? Да. Пошли. До свидания. Так. Взгляните, старшина. Вот этот чей листок? Это писал. Джузепп Каласберн. А теперь положим рядом анонимное письмо. По-моему, и то, и другое написано одной рукой. Ну ты слепому, ясно. Анонимку писал Джузепп Каласберн. А у него, как я думаю, нет оснований наводить нас на ложный след. А все эти истории насчет ревности – это дымовая завеса. Видели, как они запуганы? В анонимке он изложил все, как есть, а здесь прикидывается дурачком. Тут дело ясное. Собака зарыта в подрядах. Ясно? А ухватиться не за что. Вы человек новый, а я уж не раз видел, когда дело кажется простым, как орех, а смотришь, оно уже прекращено за недоказанностью или за отсутствием улик. И много у вас хранится таких дел? Да, десятка, два наберется. Подготовьте мне их завтра к утру. Слушаю. На утро у меня на столе лежала целая груда папок. И мне пришлось изрядно потрудиться, изучая протоколы, внимательно всматриваясь в фотографии тех, кто обвинялся в преступлениях самого различного рода, но каждый раз по тем или иным причинам уходил от наказания. Одно из дел особенно заинтересовало меня. Я несколько раз возвращался к этой папке, еще и еще раз сматривался фотографии человека, снятого в фас и профиль, когда в кабинет вошел старшина Ферлизи. Синьор капитан, похоже, что нам придется завести еще одно дело. Неизвестно только, как его озаглавить, о пропаже, бегстве или убийстве. Сторожилы этих мест говорили мне, что здесь можно погибнуть от скуки. Я вижу, мне это не угрожает. Вот заявление. Это от жены садовника Николози. Ее муж вчера утром ушел из дома, и уже вторые сутки, как его нет. Значит, это было в то же утро, когда убили Каласберну. Да. А надимных писем еще не было? Нет, но слухов уже достаточно. Говорят, что он попросту сбежал от жены, а другие уверяют, что у него есть любовник, и они вдвоем постарались избавиться от садовника. Без этой версии, видно, здесь жить не могут. А что за человек был этот садовник? Вы его знали? Обыкновенный человек. Тихий. Под судом и следствием не был. Объявите розыск Николози, вызовите на допрос его жену. Сдается мне, что же вернее говорить, вдову. Старшина. Да. Взгляните на фотографию. Вам знакомо это лицо? А, Каладжара де Белла. Бывший вор. Ни разу отбывал наказание. Дважды каким-то образом уходил из-под следствия. А на какие средства он живет? А у вас хорошее чутье, сеньор капитан. Ходят слухи, что де Белла по прозвищу Попик близок к мафии. Из дела видно, что он был замешан в одной истории, связанной с распределением подрядов. И учтите, Попик лицо не бесполезное для нас. Он не прочь оказать услугу нам, если ему это ничем не грозит. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы этот человек сегодня же был здесь. Вечером он будет здесь. Скажите, пожалуйста, Каладжара де Белла, а почему ваши друзья зовут вас Попик? Наверное, за мой постный вид. Так вот, Каладжара де Белла, мне казалось, если принять во внимание ваш жизненный опыт, что вы будете более сообразительны и не станете так упорствовать. Мадонна, сеньор капитан, все, что в моих силах, я всегда, всей душой. Вернемся к началу. Да. Не думаете ли вы, что Каласберну могли убить, ну, скажем, за то, что он не согласился на кое-какие предложения? А кто его знает? Я еще раз спрашиваю. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто был бы заинтересован в подобных делах? Нет никого. Ну, вы ведь близки со многими деловыми людьми. Влиятельными людьми, которые любят оказывать покровительство. Поверьте, сеньор капитан, я был бы рад... Из меня было бы достаточно узнать, кто несколько месяцев назад делал Каласберне кое-какие предложения. Могло быть и так. Подумайте. Не знаю, какие мысли проносились у него в голове, но я в это время думал о судьбе многих осведомителей, таких как этот, о ничтожных людях, похожих на комки грязи. Я вспомнил тех, кто лавировал между партизанами и фашистами на самом острие лжи. Страх смерти толкал их на любую низость. И тот, кто сидел сейчас передо мной, был олицетворением страха. Он боялся и моей власти, и власти мафии. Ну, сеньор капитан, я ничего не знаю. Жаль. Придется признать, что вы не дорожите нашим доверием. Ничего я не знаю. Ну что ж, считайте, что вы испортили отношения с нами, и притом навсегда. Подождите. Ну, если бы мне предложили просто так, ну, угад, назвать имя, то я бы сказал, что кое-что, кое-что ему мог предложить некой Сара Пиццуко. Пиццуко? Напишите вот здесь. Полное имя. Розарио Пиццуко. А что именно он предлагал? Я не знаю. И больше вы никого не можете назвать? Нет. Подумайте еще. Мне нужно вспомнить. Может быть, я могу вспомнить позже. Хорошо. Как только вспомните, явитесь ко мне. Сеньор капитан, ваша комендатура как на ладони. Тут сразу видно, кто входит, кто выходит. Понятно. Можете воспользоваться почтой. До свидания. До свидания. Старшина, зайдите ко мне. И захватите бланк ордера на арест. Пока я отдавал распоряжение старшине, произошло событие, о котором я узнал позднее. За это время Попик, пройдя несколько кварталов, в нерешительности остановился у входа в небольшой бар. Заглянув в открытую дверь, он замер, увидев у стойки рядом с толстым барменом экспансивного юркого человечка с черными бегающими глазками и приплюснутым носом. Это и был Пицука, разорил Пицука. Попик попытался остаться незамеченным, но было уже поздно. А, Попик! Какими судьбами? Нет, уж заходи, заходи, выпей стаканчик. Эй, Джаванни, налей-ка на. Ты еще улицу сюда пригласи. Ну-ну-ну, не суйся со своими советами, если не хочешь потерять такого клиента, как я. Тем более, что с таким клиентом, как ты, я потеряю и твои долги. Джаванни, не советую тебя со мной ссориться. Гляди, какая радость. Попик среди нас. А я-то думал, что он сбежал. Или его ограбили, или сгребли в полиции. Попик, ты что, немел, Попик? Погоди, я вспомнил, я сейчас вернусь. Медали делового человека. Куда это ты вдруг заторопился? Сейчас выпьем. И хорошо старых друзей забывать, Попик. Ладно, Джаванни, получи. Пусть он пьет, а мне надо идти. Что это ты? Не в настроении, да? Не нравится мне твой вид. А может быть, я тебе не нравлюсь, Попик? Да нет. Ой! Черт, какой скользкий стакан. А ты закажи еще. Видишь, как у тебя нервы расшатываются. Чего бы это? Похоже, это именно я действую на твои нервы. Куда это ты смотришь, Попик? Попик, привет, Пицука. А, сеньор Фрелизи. Что такое? В чем дело, сеньор Фрелизи? Вот так. В наручниках тебе будет удобней. Ты не волнуйся, у меня есть ордер на арест. На каком основании вы меня берете, сеньор Фрелизи? В комендатуре, в комендатуре выяснится. Стой! Попик, стой! Ты куда? Я никуда. А теперь понятно. Ну, погоди, Попик. Все равно, тварь, не уйдешь. Мы тебя все равно достанем. Можешь считать твоя песенка спета. Пошли, пошли. Итак, Пицука в наручниках последовал за Фрелизи, а Попик, воспользовавшись суматохой, выскользнул из бара. Все, что произошло дальше, мне известно со слов нескольких свидетелей. Томим и страхом, Попик долго блуждал по улицам, останавливался у витрин, приближался к почтовым ящикам, но тут же отступал и снова, воровато оглядывая, спетлял по городу. Наконец, видимо, решившись, он стремительно приблизился к почтовому ящику, порылся в кармане, достал конверт и попытался просунуть конверт в щель для писем. От волнения ему это не сразу удалось сделать, но когда письмо исчезло в щели почтового ящика... И на этот раз тот, кто стрелял, бил без промаха. Вам письмо, сеньор капитан. Попик, сдержал свое слово. Не думал я, что друзья его так оперативны. Да, странно читать письмо с того света. Тут всего два слова. Марьяна Арена. Марьяна Арена, Марьяна Арена, Марьяна Арена. Где же я слышал это имя? Да. По пути сюда можно считать, что я уже знаком с этим человеком. Арестовать Розарио Пицука было проще простого. А вот в этом случае трудно даже представить тебе неприятность, которая свалится нам на голову. Ничего не поделаешь. Как говорится, в пословице «асла» надо привязывать там, где велит хозяин. А если его велят привязать посреди лавки с фарфором? По крайней мере, мы увидим, какой разгром он там учинит. Вас ждет вдова садовников. Совсем молодая, довольно хорошенькая, удивительная. Не понимаю, что тут удивительного? А то, что она улыбается. И, знаете, такая улыбка, которую трудно назвать застенчивой. Пригласите ее сюда. Слушаю. Синьор Николози. Здравствуйте. Здравствуйте. Синьор Николози, что за человек был ваш муж? Добрый он был. Я хочу знать, какой у него был характер, какие привычки, какие друзья. Какие привычки? Да он только и знал, что дом и работу. В свободные дни заглядывал в клуб. По воскресеньям в кино всегда только со мной. И друзей у него было мало. Были ли у него с кем-либо ссоры? Споры о деньгах? Не помню. Да нет, пожалуй, никогда. Попробуйте припомнить тот день, когда он ушел и не вернулся. В тот день мой муж встал примерно в шесть утра. Я сказала ему, как обычно, кофе стоит в буфете, нужно только разогреть. А затем снова задремала. И все? Сквозь сон я слышала, как он ходил по кухне, как он спустился по лестнице, ушел, потом вернулся. Тогда я очухалась и спросила, кто там. Муж ответил, не беспокойся, спи, я позабыл сигареты. Я сказала ему, зажги свет. Но он ответил, что обойдется без света. А потом спросил, не слыхала ли я, как поблизости раздалось два выстрела. Вообще-то я просыпаюсь от малейшего шороха в доме. Но что до улицы, так меня не разбудит даже фейерверк в день святой Розалии. Что было потом? Извините, я зажгла свет, маленькую лампочку у самой кровати, и стала расспрашивать мужа о том, что случилось, в кого стреляли. Муж сказал мне, не знаю, но видел, как пробегал... Кто? Видел, как пробегал... Кто? Ну же. Синьора Николози, постарайтесь припомнить. Он назвал имя, которое я не запомнила. Может, даже не имя, а кличку. Да, если припомнить хорошенько, это была кличка. Доводилось ли вам когда-либо прежде слышать это имя или кличку? Напрягите свою память, это очень важно. Нет. Ну хорошо, подумайте еще. А тем временем расскажите мне, что еще сказал или сделал ваш муж. Он сразу же после этого ушел. Раз уж вы вспомнили, что это было не имя, а кличка. У меня, наверное, что-то с памятью. Так ничего не припомнилось? Нет, не помню. Господин капитан, там вас спрашивали два человека. Журналисты, говорят, из Рима. Иду. Старшина, сварите пока кофе. А вы, синьора, продолжайте вспоминать. Ну вот, теперь мы одни. Ты поняла, что значит сварить кофе? Для освежения памяти я сварю тебя сейчас с такой крепкой кофе. Ты у меня на всю жизнь запомнишь. Говори. Закинета. Повтори. Закинета. Синьор капитан, синьор капитан. Мне надо кричать, что же мое. Синьор капитан, она вспомнила. Закинета, имя человека, который пробегал мимо двора. Да, вернее, прозвище. Закинета, это наша местная карточная игра. Значит, вы все-таки вспомнили. Но я этого не говорила. Я ведь ничего не сказала. Закинета, это действительно прозвище. Настоящее имя Диека Мартика. Синьор капитан, я ведь ничего не сказала. Боюсь, что мужу это уже не поможет. А я, а мне... Не беспокойтесь. Так оно и будет. Вы ничего не говорили. Можете идти. До свидания, синьор капитан. Иди. Я ведь ничего не... Иди, иди. Диего Мартика. Это на него похоже. В первый раз он отсидел за кражу со взломом. У тех, кто давал против него показания, тут же сгорел хлеб на таку. Был привлечен к суду за вооруженное ограбление. И оправдан. Не было прямых улик. Был замешан в убийстве. И оправдан за недостаточность улик. Участал в вооруженной банде. И оправдан, потому что улики были неопровержимы. Нет, тут что-то не сработало, ему пришлось отбыть срок. Да, спокойный человек. Для мафии это просто клад. Синьор капитан, а что хотели от вас журналисты? Ну, три убийства за неделю. Да еще в таком маленьком городке, как наш. Это же первоклассный материал. Слава о нас уже докатилась до Рима. Незаконный арест. А вдали от этого шума, именно в эти дни, как выяснилось позднее, в небольшом уютном ресторане на окраине Рима встретились за столиком два весьма представительных человека. Тот самый владелец рудников и депутат итальянского парламента. Ты только за этим и приехал в Рим? Отсюда, конечно, все это кажется пустяками. У страха глаза велики. Я понимаю, я понимаю, так и должен говорить парламентский депутат. Но не мне, не тем людям, которые его выдвигали. Послушал бы, что говорят рабочие на моих рудниках. Что я должен сделать? Как что? Ты же депутат от Сицилии. Вот ты и помоги навести порядок. Все упирается в этого капитана Карабинера. По-моему, да. Не нравится нам, он совсем не нравится. Тот, что был до него, тоже вам не нравился. Что ж, прикажешь менять их каждую неделю? Тот каждый раз заламывал слишком высокую цену за свой нейтралитет. А до него еще был один. Тот был вовсе дурак. Про такого говорят опаснее врага. А этот не устраивает, потому что не дурак, не бездействует и не берет денег. Ты так веселишься, как будто тебе не так уж важно, чтобы на этом посту был наш человек. Этот тип воевал вместе с партизанами. И вот к нам, в Сицилию, где и так полным-полно коммунистов, присылают бывшего партизана. Как его имя? Да, Лоди. Он всего неделю и уже успел нам навредить. Главное, он начал совать нос вподряд и в деловую жизнь порядочных людей. Вот это уж действительно неприятно. Его интересуют отношения между фирмами и людьми, которые заботятся о процветании этих фирм. Ну вот мы и надеемся, что господин депутат поможет вернуть его в те места, откуда он приехал. Ну, может быть, министр Манкуза... Не надо мне растолковывать. Как это сделать, это уж моя забота. Но надо спешить. Я не поручусь, что за это время этот идиот-капитан уже не арестовал еще кого-нибудь. Конечно, трудно поручиться, что эта беседа велась дословно так. Но причины внезапного отъезда владельца Рудников в Рим и суть этой встречи у меня не вызывали сомнений. Владелец Рудников не был провидцем, но в данном случае интуиция ему не изменила. К этому времени у меня в кабинете уже сидел Диего Маркико, и карабинер уже приготовился записывать его показания. Пока я всматривался в черты лица Диего Маркики, тот, сделанным равнодушием, не замечал меня. Он смотрел в окно. Но именно этого я и добивался. Окно выходило во двор, как раз напротив окна в комнате старшины. Так что во время допроса Диего Маркико должен был хорошо видеть все, что будет происходить в комнате старшины. Итак, приступим к допросу. Ваше имя Диего Маркико? Да. У вас еще, кроме этого, имеется прозвище Дзекинетто? Так меня иногда зовут. Друзья. Вы уроженец этих мест? Именно так, сеньор. И постоянно проживали здесь? Не всегда. То служил в армии, то откоротал время в тюрьме. Но тех, кто жил с вами в одном квартале, вы смогли бы узнать? Наверное, наверное. И вы, конечно же, знали некоего Николози. Нет. Николози был вашим соседом. А потом он женился и переехал. Ах, да-да-да-да. Начинаю припоминать. Мы с ним вместе играли, но он был младше меня. Нет ничего приятнее, чем воспоминания детства. Да-да-да-да. Когда меня в первый раз отправили в тюрьму, видит Бог ни за что, ни про что, он был еще совсем мальчиком. А с тех пор я его больше не видел. Каков он у себя? Как выглядит? Он моего роста. Волосы светлые, глаза голубые. Уськи у него? Прежде были. Когда именно? Когда? Так до того, как он их сбрил. А значит, вы сначала видели его в ту пору, когда он еще насилился, а затем и тогда, когда он их уже сбрил. Нет. Должно быть, я что-то наботал. Нет. Вы все точно припомнили. Значит, после того, как вас выпустили в последний раз из тюрьмы, вы видели его? Нет. Никогда. Странно. А вот Николози утверждает, что повстречал вас, что могло бы его заставить солгать в этом случае. Разрешите, сеньорка. Чуть позднее. Извините, но я только хотел сказать, что наш подследственный наконец решился дать показания. Ну, тем лучше. Признание облегчит его участь. Идите. Слушаю. Записывайте подробнее. Слушаю. Итак, на чём мы с вами остановились, Диего Маркико? Мы остановились... Вы спросили меня? Нет. Мы остановились на том, что... На том, что... Да. После того, как старшина вышел за дверь, Закинетто почувствовал себя явно не в своей тарелке. Особенно после того, как увидел в расположенном напротив кабинете Пицука и старшину. Из моего окна хорошо было видно, как старшина начал писать, а Пицука, сидевший спиной к окну, неохотно отвечал на его вопросы. Диего Маркико, вы меня слышите? Что? Да, 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 слышу, слышу. Перестаньте смотреть в окно. А я... Я не смотрю. Почему вообще говорить неправду? А? Я имею в виду не вас, а садовника Николози. Зачем понадобилось ему выдумывать, что он видел вас? Он не мог этого сказать. Почему же он не мог этого сказать? Да потому что... Потому что он не мог этого сказать. Может быть, потому что, как вы совершенно обоснованно и справедливо полагаете, Николози мёртв. Мёртвый он или живой, мне всё равно. Да нет, вы правы, Николози мёртв. Но вы ведь знаете, что иной раз говорят и покойники. Надо и бе. Нет, просто иной раз перед смертью люди делают записи. А Николози, повстречавшись с вами, решил на клочке бумаги записать ваше имя и кличку. Да ещё указал время и место встречи. Этого не может быть! Бедняга Маркика. Никакие усилия воли не помогали ему. Он просто не мог оторвать взгляды от окна. Он видел своими глазами, что Пицука даёт показания. Но какие? О чём он говорит? О чём умалчивает? Если бы он мог узнать, что всё это время Пицука отвечал старшине на самые невинные вопросы, откуда он родом, почему не учился, когда впервые был женат, что он охотно рассказывал и даже старался развеселить старшину старыми тюремными анекдотами. Нервы Маркики были напряжены до предела. Но окончательно он потерял самобладание, когда увидел, как Пицука стал расписываться на листках, которые ему пододвинул старшина. Да, это был, конечно, обман, провокация. Я прекрасно осознавал это. Сьёр капитан, вот вам показания. Я записал их подробно. Спасибо, старшина. Диего Маркика, вы знаете, чьи показания лежат передо мной? Понятия не имею. А что вы думаете о Розарио Пицука? Он, он как губка водой пропитан подлостью. Вы, кажется, считаете подлецом всякого, кто проливает свет на тёмные дела. Если так, то Пицука совершил подлость. Хотите послушать? Старшина, прочтите его показания. Слушаю. Я, Розарио Пицука, некоторое время назад повстречался с Маркикой, который сказал мне, что собирается отомстить Колосберне, отказавшему ему то ли в работе, то ли в деньгах. Я, Розарио Пицука, будучи человеком твёрдых моральных принципов, пытался урезонить Маркику. Но он стоял на своём и добавил, что он всё равно погасят Колосберну, как гасят свечу. Тут Диего Маркика заявил, что ему душно, и что он просит дать ему возможность подумать. Я пошёл ему навстречу, потому что сам нуждался в этом. Здесь я подхожу к тем страницам моей рукописи, которые вызвали единодушное возражение во всех редакциях. Факты, факты. Откуда вам это может быть известно? Ведь вы при этом и не присутствовали. Да, это так. Но все события. Исчезновение из Сицилии сначала владельца Рудников, затем директора городского банка, высказывание в прессе депутата. Весь дальнейший ход следствия даёт мне право воссоздать то, что происходило в это время в Риме, где имело место встреча депутата от Сицилии с владельцем Рудников и директором банка. Итак, в руках у карабинеров три звена цепи. Вот в чём суть. Первое звено Маркика. Сеньор депутат, Диего Маркика не такой человек, чтобы проболтаться. Да, прошёл сквозь огонь воду и медные трубы. Да позабудьте о воде, огне и медных трубах, потому что Диего уже мог проболтаться. Второе, Пицука. Пицука будет молчать. Дорогой мой, ваш недостаток в том, что вы не можете понять, как человек, способный убить десять или даже двадцать других, может оказаться самым обыкновенным подлецом. Да, если Пицука заговорит, тогда Мариану Арена обеспечена тюрьма. Сеньор, имейте терпение. Дальше хуже. Либо цепь оборвётся на Мариану, либо Мариану человек больной и старый, так же начнёт читать свои молитвы. А уж в этом случае, как нетрудно догадаться, цепь станет такой длинной, что захлестнёт и меня, и министра, и самого Господа Бога. Святая Мадонна, разве вы не знаете, что за человек Дан Мариану? Не человек могила. В молодости был таким, а теперь... Да. Но если Мариану начнёт каяться в своих грехах... Лет десять назад я сам держал в руках его дело. Не дело, а прямо-таки энциклопедия по уголовному праву. К счастью, это дело исчезло. Да, да, да. Нет, это не связано со мной. Здесь приложили руку люди повлиятнее меня. Так что же, на всём теперь надо поставить крест... Нет! Надо вырвать из цепи первое звено. Освободить Диего Маркику. Пусть следствие идёт своим ходом. А мы пока должны готовить для Диего такое железное алиби, чтобы на нём можно было зубы сломать. Так. А затем в газетах должны появиться статьи, в которых будет сказано, что при расследовании убийств капитан Беллоди пренебрёг одним фактом. Вообще, его надо было убрать с самого начала. Но как? Косить ещё одну свечу в этой ситуации. Не следует ли господину министру обратить своё благосклонное внимание на судьбу капитана Беллоди... И ускорить назначение следователя из Рима. Назначение состоится со дня на день. Я уже тогда чувствовал, что моя скромная персона вызвала интерес ряда высокопоставленных лиц. Но, конечно, я ещё не мог предвидеть всех последствий благосклонного внимания. И, выполняя свой долг, я продолжал допросы. Диего Маркика, я вижу, вы продолжаете упорствовать. Мне нечем с вами говорить. Старшина, вернитесь к показаниям Пицука. Слушаю. Через несколько дней после убийства Колосберны я, Розарио Пицука, случайно встретил Маркику, и тот поведал мне страшную весть о двойном убийстве. Хотел погасить одного, пришлось пришить двоих. Это означает, что он убил вначале Колосберну, а затем, надо думать, и не колозим. Зная, сколь опасен такой человек, как Маркика, и боясь за себя, я никому не доверил этой тайны. Всё? Нет. На вопрос о том, замешаны ли в этом деле третьи лица, поручившие совершить преступление, Пицук ответил, что об этом ничего не знает. Диего Маркика, что вы по этому поводу можете сказать? Ладно. Ну, ладно. Если дело обстоит так, ладно. Если этот грязный пёс... Кого вы имеете в виду? Кого же мне иметь в виду, кроме Пицука? Вы считаете, что он изложил факты в выгодном для себя свете? Судя по всему, он вообще не знаком с такими вещами, как факты. Но сейчас вы узнаете правду, всю правду. Пишите, старшина. Слушаю. Первая встреча с Пицукой действительно произошла месяца два назад. Он предложил мне прикончить Колосберну... За то, что он оскорбил его. Да об этом и речи не было. Тогда по каким же мотивам? А мне это неизвестно. И вы согласились? Так Пицука предложил мне за это дело 300 тысяч лир. Я, правда, засомневался. Я недавно вышел из тюрьмы, но хотел хоть немного пожить на свободе. Он дал мне аванс со 150 тысяч лир. Остальные обещал уплатить, как только Колосберна будет, но... Ну, дальше. И вот с 16 числа этого месяца в 6.30 утра я в точности выполнил придуманный Пицукой план. А когда бежал по улице Кавура, столкнулся со своим земляком Николози. Он узнал вас? Тогда же окликнул. Я сообщил об этом Пицуку. Он стал ругаться, а потом сказал, не твоя забота, мы об этом сами подумаем. И передал причитающиеся мне 150 тысяч лир. Больше вам нечего добавить? А через несколько дней я узнал от Пицука, что мне больше нечего бояться. Николози исчез. Как вы думаете, Пицука сам действовал, когда поручал убить Колосберну? Или по воле других лиц? Мне ничего не известно. Подпишите. С удовольствием. Нет, каждую страницу. Так, уведите его, старшина. Слушаюсь. И возвращайтесь сюда. Слушаюсь. Теперь займемся другим. Ложь! 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 Розарио Пицука. Потрудиться отвечать на вопросы. Клянусь Христовым распятием, клянусь душой жены своей и сына своего Джузеппе, что всё сказанное этим негодяем Маркикой – чёрная ложь. Значит, вы даже не знаете Маркику. Нет, нет, нет. Запишите это, старшина. Нет, сеньор капитан, я, конечно, знаю его, но лучше меня убили, прежде чем я его знал. Так был бы лучше. Я знаю его и цену ему тоже знаю. Что до того, будто мы, упаси Боже, сообща покушались на жизнь человеческую, то, я скажу, не было никогда ничего подобного. Для Розарио Пицука жизнь любого человека священна, как икона. Старшина, я прошу вас обойтись без замечаний. Итак, вы знаете Маркику. А я этого не отрицал. Я его знаю. И потому я всегда держался от него подальше. Чем же вы объясните его показания? Он выжил из ума. Или решил меня погубить. Ведь он способен убить запросто, если кто-нибудь с ним не поздоровается. Или чей-то смех ему не понравится. А ведь, сеньор капитан, как он его хорошо изучил. Старшина. А как же? Ведь он всегда вертелся у меня на пути. Он и в последнее время тоже вертелся? Давайте подумаем. Я встретил его впервые, когда он вышел. Откуда? А, из тюрьмы. О чем же вы разговаривали? Постарайтесь припомнить. Да, собственно, ни о чем, сеньор капитан. Поздравил его с освобождением. А сам тем временем думал, у нас злоупотребляют амнистии. Пожелал ему хорошенько насладиться свободой. А сам подумал, немного времени пройдет, и ты снова угодишь за решетку. Словом, никчемный разговор. Да, конечно, сеньор капитан. Хорошо, оставим на время маркику. Оставим. Да, нам известно, что месяца два назад, если хотите, я назову вам точную дату. У вас была беседа с Сальваторой Колосберной. Вы сделали ему предложение, и Колосберный их отверг. Эти предложения касались... Не предложения, а советы, сеньор капитан. Только бескорыстные дружеские советы. А что заставило вас давать бескорыстные советы Колосберне? Я сказал, что если дела его строительного кооператива пойдут, неважно, он может поискать протекции, помощи. Чьей? Протекции друзей, банков, некоторых политических кругов. А, словом, вы Колосберн ничего конкретного не советует? Нет, сеньор капитан. А откуда вам было известно, что дела кооператива пойдут плохо? Да, но они могли пойти плохо. А, сеньор капитан, а он обладает даром предвидения. А, наверное, ведь действительно дела пошли плохо после разговора с вами. А до этого вы были знакомы с Колосберной? Нет, нет. И вы утруждаете себя советами незнакомым людям? Такой уж у меня характер. Всегда спешу протянуть руку помощи. Помощи. Вы когда-нибудь протягивали руку помощи садовнику Николози? А он тут при чём? После того, как вы помогли Колосберне, было бы вполне естественно оказать помощь Николози. Вам интересно узнать, что ружьё, при помощи которого убили Колосберну, найдено? А почему мне должно быть это интересно? Ну, хотя бы потому, что оно найдено у вашего зятя. Он рассказал, что по вашему поручению должен был запрятать ружьё в Кьяра-Кьяра, неподалёку от вашего селения. Ничего я не знаю о Кьяра-Кьяра, сеньор капитан. Ещё недавно и я не знал, что означает это слово. Оказывается, так здесь называют пещеры и ямы, возникшие после горных обвалов. Я уже видел Кьяра-Кьяра. Среди зелёной долины оно напоминало огромную, ни с чем не сравнимую губку, усеянную чёрными отверстиями. Одно из них напугало местных мальчишек своим трупным запахом. Они сказали об этом карабинеру. И вот на дне девятиметрового оврага мы и нашли останки садовника Николози. Сеньор капитан, вы меня не слушаете? Розарио Пицука. А что, если в этом Кьяра-Кьяра обнаружится и труп Николози? Ружьё не доказательство. Я думаю, вам уже следует сознаться в том, что вы поручили Маркики убить Колосберну, а сами убили Николози. Ружьё ещё ничего не доказывается. Может быть, вам и удастся выгородить Маркику. Но тогда вам придётся признать, что вы убили и Колосберну, и Николози. Избави Бог! Я вам всё скажу. Мне скрывать нечего. Я не хотел говорить. Все знают, как мстительно Маркика. Я действительно давал кое-какие советы Колосберна касательно кооператива. А поточнее? Я сказал, что кооперативу ему самому было бы лучше, если бы они доверили защиту своих интересов влиятельным людям. Каким именно? Ну, тем, кто хорошо разбирается в финансовых делах, в жизни, в политике. Однако вместо благодарности Колосберна порекомендовал мне не лезть в чужие дела. После этого я случайно встретил Маркику. Случайно? Абсолютно случайно? Да, да, да. И Маркика предложил отомстить за меня. Притом совершенно бескорыстно. Совершенно бескорыстно. Я, конечно, отказался. А через несколько дней Маркика попросил одолжить ему ружьё для охоты. И вы ни о чём не подозревая одолжили его? Да, да. Вот и всё. Очень приятно. Жаль только, что в вашем рассказе совершенно выпало судьба Николози, будто его и вовсе не было. Клянусь святым Евангелием. Я думаю, ваши клятвы будут звучать убедительнее после того, как мы вместе побываем в Кьяра-Кьяра. Зачем? Ну, при чём тут Кьяра-Кьяр? Ну, для чего? Для того, чтобы вы смогли повидаться с Николози. Вернее, с его трупом. Со своей жертвой. Я думаю, вы поможете нам опознать его. Нет! 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 Я не убивал! Я не убивал! Это не я! Это всё проклятый Маркика. Он сам. Я же сказал вам. Я всё расскажу. Всё, как было. Я не убивал. Кто выплачивал вам деньги за убийство Каласберна? Из них 300 тысяч лирву отдали Маркике. Кто поручил вам шантажировать Каласберну? Каласберну. Марьяна. Арена. Подпишите. Здесь. По данным, полученным от дежурных телефонисток, в ту же ночь кто-то звонил из автомата на квартиру владельца рудников, вернувшегося в Сицилию. Да. Да, это я. Ты что, спятил? Посмотри на часы. Не может быть. Только что. Откуда он свалился на нашу голову, этот Беллоди? Ну, что ты хочешь от меня? Я не депутат и не министр. Да-да, я это сделаю сейчас же. Рим! Квартира депутата! Арестован Мариано Арена. Ваша медлительность может стоить нам всем очень дорого. И, между прочим, вам тоже. Разбудили меня. Теперь я разбудил вас. А вы окажете мне удовольствие и разбудите того, кого надлежит разбудить вам. Квартира министра? Да, это я. Ну, к сожалению, я не могу ждать до утра. Мне только что звонили из Сицилии. Начинается скандал в национальном масштабе. Друг мой, Мариано Арена, перешел на казенный стол. Я понимаю, что вы не бог, а только министр. Но, между прочим, и на этом посту вы можете пробыть чрезвычайно недолго. Сегодня Беллоди интересуется доходами Арены, а завтра будет нос совать в наши банковские счета. Да-да, и в мои, и в ваши. Кстати, по моим сведениям, у этого болвана завтра встреча с журналистами. Синьоры журналисты, я уверен, что мафия — это не легенда. Она существует, это сила. Да-да-да-да. Синьоры журналисты, это сила, которая контролирует многие стороны нашей жизни. Синьор капитан, вам известен снимок, опубликованный в этой газете? Нет. Хотя я узнаю, здесь знакомое лицо. Мариано Арена, не правда ли? Да, его трудно с кем-нибудь спутать. А вам не знаком человек, с которым он стоит в обнимку? Не припомню. Между прочим, это министр Манкуза. А может, это фотомонтаж? Фотомонтаж? Да. Может быть, это смонтированы разные снимки. Простите, с кем имею честь? Это редактор нашей местной газеты. Да, и горжусь этим. И давно вы редактируете ее? Семь лет. А что? Пора бы отличать фото от монтажа. Синьор капитан, как вы отнесетесь к такому заголовку? Следствие, которое ведет капитан Беллоди, не минует и министра Манкуза. Я не гадалка и не берусь предсказывать, куда приведет следствие, но свой долг я выполню до конца. А на каком основании задержан Марианна Арена? Он подозревается в подстрекательстве к убийству. А нет ли основания считать, что за спиной Арены был кто-либо повлиятель? Пока я не располагаю такими фактами. А как вы относитесь к тому, что министр Манкуза и депутат от Сицилии в своих интервью подвергли сомнению ход следствия и охарактеризовали вас как человека, которого терзает лихорадка подозрительности? Я этого не читал. Синьор журналист, я приношу свои извинения, но у меня нет больше времени. До свидания. А вам что угодно? Как вы уже знаете, я редактор местной газеты. Но я хотел бы вам высказать несколько соображений как частное лицо. Так. Я отказываюсь понимать, как всякий коренной сицилиец, как можно было такого благородного человека, как Марианна Арена, посадить в тюрьму, как рядового преступника. Но есть вполне обоснованные подозрения. Нет, нет, нет. Это несправедливо и, позвольте мне сказать, бесчеловечно. Вся его жизнь поделена между семьей и церковью. Все его прошлое. По правде говоря, оно представляется мне далеко не безупречно. Если бы вы знали его так хорошо, как все мы, вы бы не стали так говорить. Смею вас заверить, это человек исключительных качеств. Будем говорить прямо, хотя, может быть, несколько старомодно, Арена – один из столпов нашего общества. Но общественного мнения складывается впечатление, что именно он руководитель мафии. Боже мой, общественное мнение. Вы огорчаете меня, друг мой. Вы причиняете мне боль, как коренному сицилицу. И уж если для вас так дорого общественное мнение, выслушайте его, ну, хотя бы от меня. В двух словах оно сведется к тому, что офицера, столь неосмотрительно и безрассудно арестовавшего Арену, следует наказать и хорошенько дать ему понять, что Мариана Арену любят и уважают все. Это что, предупреждение? Скорее, забота о вашем благе. Спасибо. Кстати, вы знаете, почему уехал отсюда ваш предшественник? Да, климат оказался для него неподходящим. Кроме того, у него появился крупный счет в швейцарском банке. Очевидно, за какие-то особые заслуги. Мы сицилицы, народ признательный и щедрый. Речь опять идет о моем благе. Конечно. Не смею отнимать время. Надеюсь, ничего не случится. И в будущем мы будем видеть вас по-прежнему среди наших постоянных подписчиков. Прямо не могу себе представить, как можно допрашивать Мариану Арену. И все-таки вам придется это представить. Мариану Арену. Не думал я, что мы встретимся с вами при таких обстоятельствах. Да, я тоже. Были ли вы когда-либо связаны с колоджерой Дебеллой по прозвищу Попик? А что вы имеете в виду? Простое знакомство, дружбу или что, общий интерес? Вам это лучше известно. Истина лишь одна и не дает права выбора. Простое знакомство. Какого мнения вы были о нем? Ну что, он мне казался человеком рассудительным. Может быть, за это его и убили? Видите ли, ему на том свете виднее, за что его убили. А на этом свете ему можно было доверять? С тех пор, как за мной пришли ваши карабинеры, я не знаю, кому можно доверять. В сущности, карабинеров ваш дом послал сам Дебелла. Что, хотите меня запутать? Нет, взгляните, вот что он написал за несколько часов до смерти. Ну, пожалуйста, разживай, из любопытства. Прочли. Вам не кажется, что это обвинительный документ? Нет. Мне кажется, это просто клочок бумаги, на котором написано мое имя. А вот в этом протоколе упоминается не только ваше имя. Да. Я тут вижу имя Розарио Пицук. Вы его знаете? Я знаю здесь всех. У вас были деловые отношения с Пицуком? Слушайте, какого рода делами я, по вашему мнению, занимаюсь? Самыми различными. Так вот, запомните, я делами не занимаюсь. Живу на ренту, на земельную ренту. Какой доход в среднем приносят ваши земли? Ну, не знаю, но год на год не приходится. Иногда три, иногда шесть миллионов лир. А по моим сведениям шестьдесят миллионов. Вы что, извольте, шутите? Ну, нет, шутите вы. Ведь вы сами мне сказали, что у вас нет иных источников дохода, помимо земли. Значит, те шестьдесят миллионов, какие вы в прошлом году внесли в три различных банка, являются доходом, полученным исключительно с ваших земель. Даже ребенок понимает, что земля здесь не может давать такой фантастической прибыли. Но я же перемещаю свои капиталы по собственному усмотрению. Значит, вы не можете объяснить, откуда у вас такие деньги. А вы могли бы? Попробую. А, собственно, я не понимаю, а какие обвинения вы мне предъявляете? Подстрекательство к убийству после неудавшегося вымогательства. Вы имеете в виду строительный кооператив? Да. Вас это не беспокоит? Меня ничто и никогда не беспокоит. Беспокоиться-то недостойно человеку. А убийство или подстрекательство к нему достойно человека? Не задумывался над этим. Но раз уж вы спросили меня, то я, так вот запросто беседую с вами о всякой-всячине, могу сказать. Нужно сначала поглядеть, что это за человек. И человек ли это вообще? А колледжера Дибелла по кличке Попик был человек? Макрицей он был. Макрицей. Он позволил себе слишком много. А слово не воробей, вылетит, не поймаешь. А человека могут мучить угрызения совести? Я лично никогда не испытываю ни угрызения совести, ни страха. Некий Диего Маркико, которого вы, конечно, знаете, сознался в том... Диего? Вот его показания. Итак, Диего без лишних просьб с нашей стороны привел нас к пиццу, как пиццу, как к вам. Да, но ко мне вас не приведет даже сам Господь Бог. А и посмертные показания Попика для вас ничто, и показания ваших друзей на что ли? На кого вы надеетесь? А я ни на кого не надеюсь. Но я знаю здесь всех. И все знают меня. А что бы вы сказали, узнав, что пиццука не только сознался, но и назвал вас своим сообщником? Я бы сказал, что он сошел с ума. Значит, не вы поручили пиццуку добиться подчинения Колосберне любым путем? Нет, не я. Не вы через пиццука рекомендовали Колосберне сделать некоторые отчисления на известный вам банковский счет, дабы у кооператива не возникло в будущем никаких сложностей? Я даю бесконечное множество рекомендаций, но в этом, насколько я понимаю, нет состава преступлений. А какого рода рекомендации вы даете? Любого рода. Для получения подрядов, материалов, вакантных мест, суд в банке. Или у частных лиц? Бывает, да. Вот какие проценты? А в своих советах я не вдаюсь в такие подробности. Приносят ли эти рекомендации вам какую-либо выгоду? Безусловно. Мне платят дружбой. Но иной раз чеком. Вот, например, чек на большую сумму от фирмы Смиральда, когда вам удалось добиться для нее государственного заказа на строительство дороги. Совершенно ненужной дороги. Не помню, не помню. Возможно, мне просто вернули долг. Ну, чтобы вы припомнили, нам придется арестовать представителя фирмы, подписавшего этот чек. И правильно сделайте. Тогда мне не придется утруждать свою старческую память. Похоже, что вы решительно не хотите считаться с фактами, если они свидетельствуют против вас. Нет, я просто думаю, что вы напрасно придаете им такое значение. Ну, так или иначе, но независимо от вас, они послужат фундаментом для решения суда. О каком суде вы говорите? Ну, не о страшном суде, конечно. Вполне земном. Поживем, увидим. Я вижу, вам не вредно еще побыть наедине с собой и поразмыслить. Я не признаю ни одного из выдвинутых вами обвинений, даже если вы сумеете распять меня, как Христа, с помощью вот всех этих бумажек, или, как вы говорите, фактов. Увидите арестованного. Между прочим, я не арестован, я только задержан. Синьор капитан, исповедь несколько затянулась. Интересно то, что он не думает отрицать своих грехов. Он просто не придает им значения. Самый интересный только начинается. Вот эта свежая газета из Рима. Взгляните на эту фотографию. Это следователь Сварцани. Направлен к нам прокуратурой республики. Да, он уже выехал из Рима и даже пообещал в короткий срок распутать дело. Забавно, что он, находясь еще там, уже стоит под сомнение методы следствия. Кажется, та притча насчет осла в посудной лавке, о которой я вам говорил, начинает сбываться. Старшина был прав. Прошло несколько дней, и в моем кабинете произошли весьма заметные перемены. За моим столом расположился плотный лысый человек с маленькими глазками, прячущимися за толстыми стеклами очков. Это и был следователь Сварцани, направленный из Рима для надзора и наведения порядка. Капитан Белоди, неделя, которую я провел здесь, дает мне основание сделать некоторые заключения. С тех пор, как я отстранен от следствия... Не скрою от вас, выводы, к которым я пришел, весьма далеки от тех поверхностных суждений и действий, которые вы себе позволили. Иными словами, предварительное следствие объявляется ошибочным. Пусть будет так, хотя другие могли бы назвать его недобросовестным. Судите сами, вы даже не удосужились внимательно отнестись к свидетельским показаниям. Что вы имеете в виду? Ознакомьтесь с этими показаниями. Это лица, стоящие вне всяких подозрений, такие как доктор Баккарелло, настоятель монастыря отец Франциск и многие другие, никогда не привлекавшиеся ни к суду, ни к следствию, заслуживающие благодаря своему положению и цензу самого высокого уважения. Для объективного расследования ни положения, ни цензу не должны иметь значения. На допросе у меня показали, что Диего Маркико не мог стрелять в Каласберну и не мог быть опознан ни к колозе, поскольку в этот день и час находился в 76 километрах от места преступления. Работал в саду доктора Баккарелло. Да, неплохо. Об этом свидетель не только доктор, отец-настоятель, крестьяне, прохожие. А так и сам Диего Маркико расходится с ними в своих показаниях. Диего Маркико от своих показаний, данных на предварительном следствии, отказался. Он пишет, что вы заставили его поверить в наговор Пиццука. И тогда, ослепленный гневом и несправедливостью, он во что бы то ни стало захотел нанести ответный удар Пиццука. И при этом он даже оговорил самого себя. Да, очевидно, ваш опыт невелик. Такие случаи довольно часто в нашей практике. А ваш следственный эксперимент, когда один подследственный имел возможность наблюдать за допросом, вернее, якобы допросом другого, привел к тому, что Пиццука взвалил на себя ряд мелких обвинений, стараясь изо всех сил оговорить Маркику. Но ружье-то, ружье Пиццука появилось на свет Божий уже во всяком случае не в результате следственного эксперимента. Ружье? Ах, да, ружье. Конечно. Пиццука должен нести ответственность за незаконное хранение ружья и за то, что поручил ее припрятать своему зятю. И все? Нет, не все. Тут я подхожу к самому главному. Арест Марианна Арены при отсутствии каких бы то ни было поводов является грубейшим нарушением законности. Насколько мне известно, он с сегодняшнего утра уже на свободе. И благодарите Бога, если он не возбудит дело против вас. Белый Николозе, я не удивлюсь, если выяснится, что он покончил с собой. Отнесите вашу иронию к самому себе. С одной стороны, вы задерживаете уважаемого человека без всяких оснований. С другой, вы закрываете глаза на столь важный, особенно в Сицилии, мотив, как ревность. Да, во Николозе, ее любовник, против которых имеются веские улики, почему-то не принятые вами во внимание, уже арестованы. А мафия? Я ждал этого вопроса. Сеньор капитан, позвольте мне, как человеку более опытному, дать вам дружеский совет. По-моему, при такой предвзятости, как у вас, когда вам всюду мерещатся заговоры, мафии и прочие, мягко говоря, романтические истории, вам трудно будет здесь работать. Сицилия вам явно противопоказана. Но я не оставлю это так. Я буду добиваться. Не смею вас задерживать. Могу лишь добавить, что ваша судьба в ваших руках. В приемной вас ждет старшина Ферлизи. У него для вас почта. Прощайте. Прощайте. Сеньор капитан! Сеньор капитан! Добрый день, старшина. Меня предупредили, что вы меня ждете. Можете меня поздравить, сеньор капитан. Только что получил из Рима. Хотите прочесть? За особые заслуги старшина Ферлизи с присвоением следующего воинского звания переводится в отряд карабинеров, расположенный в Сардинии. Вот видите, как все просто. И так прощайся, Сицилия. Поздравляю. Никогда бы не угадал, что у вас окажутся особые заслуги. А я вот не удивлюсь, если вы обнаружите их и у себя, когда вскроете этот пакет, адресованный вам. Тоже из Рима. Ну что? В связи с отсутствием служебного рвения я отзываюсь о распоряжении римских властей, где и будет решен вопрос о моем дальнейшем прохождении службы. Да, пакеты вроде одинаковые, но содержание разное. Ну почему? Смысл тот же. Прощайся, Сицилия. Когда вы едете, старшина? Приказ есть приказ. Сегодня. А я завтра. Мне жаль, что мы расстаемся. По правде сказать и мне. Я бы хотел служить с вами. Я тоже. Но за другим результатом. И вот я снова на набережной. У причала тот же небольшой пароход. Невдалеке от трапа стоят три пожилых, дородных и респектабельных человека. Что-то удивительно роднит их. То ли одежда, то ли манера держаться. В одном из них я узнаю Марианна Арена. Синьор капитан! Вы покидаете наш богом забытый остров. Вас отзывают в Рим. Сицилийцы, как всегда, прозорливы. А вы решили проводить меня. Не скрою, не мог отказать себе в удовольствии. Для полноты удовольствия здесь не хватает пицука и дзекинеты. Дзекины? Ах, вы имеете в виду Диего Маркику? Да. Да, их действительно не хватает. Ничего не поделаешь? Несколько задержались. Знаете, формальности. Ну, судя по всему, ненадолго. Да, да, я тоже так думаю. А вот при первой нашей встрече вас интересовало, насколько я помню, к традициям или предрассудкам относится мафия. Удалось ли вам это выяснить? Вполне. Теперь я уверен, что мафия не является особенностью Сицилии. Линия мафии уже перешагнула ее рубежи, и сейчас она змеится где-то в районе Рима. О, вы неисправимый, капитан. А ведь я давал вам совет поменьше фантазии. Главное, иметь голову на плечах. И помнить, что она выдается в одном экземпляре. Мы сицилийцы гостеприимны, и хотя знакомство наше было кратким, оно оставило у меня неизгладимое впечатление. У меня так же. Счастливого вам пути. Берег стал удаляться. Все меньше и меньше становились фигуры Мариана Арены и его друзей. Их радость при прощании была так естественна. Естественно было и то, что все во мне кипело от бессильной ярости и унижения. Странно было другое. Я испытывал боль и тоску, расставаясь с этим островом. Я полюбил Сицилию так, как можно полюбить женщину. Загадочную и неумолимую. Мстительную и прекрасную. А какой она могла бы стать, если бы ее удалось избавить от мафии? Я уже говорил вам, что я упрям. Я подумал, я верну сюда. И пусть я сверну себе шею, но я доведу дело до конца, как мне велит моя совесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok